Огромный привет всем моим зрителям! В этом видео я хочу вам показать свои новинки и обновки и покупки одежды, обуви, сумки и так далее. И так, что касается подарков, я хочу вам показать вот такую бомбезную сумочку, которую мне прислала Оксана. Оксане здоровенный привет! И она такая вот, ну классная, с виду очень консервативная, такая вот минималистическая, но у нее просто потрясающая подкладка, вот такая вот разноцветная. Здесь, видите, такой принт и сама ткань атласная, по-моему, да. И цвет такой хвойно-зеленый, в общем, очень интересная, такая немножко как будто бы прорезиненный материал. Второе из категории покупок, что вы могли видеть пару дней назад, когда я гуляла по торговым центрам. Это вот такое вот платье Love Republic. Вот такое вот классное, у него сзади молния, и я его купила на распродаже за 500 рублей, даже 499 рублей, причем изначально оно стоило значительно дороже. Что мне очень понравилось, это качество. Во-первых, обычно вещи, которые висят на распродажах, они уже через месяц превращаются в какие-то тряпки, причем ты даже идешь, вот страшно за нее взяться, потому что ощущение, что она сейчас в себя полезет, спустятся у нее там петли, не знаю, ну, и тебя обвиняют, потому что ты поломала платье какое-нибудь. А это я посмотрела и сразу бросилась в глаза, что у него ни одной катышки нет, ничего нигде не свалялось, хотя это больше частью хлопок. То есть качество просто отлично, очень плотная ткань, это не какая-то там тонюшенькая, знаете, в один слой там нить. И также из серии покупочек бриджики из магазина Fun Day, я его нашла в Узмоле, больше нигде в Краснодаре я этот магазин не видела. Там тоже очень много классных, неплохих хлопковых вещей, за стоимость, не знаю, дешевле 500 рублей. Вот эти бриджики, они полностью хлопковые, такие яркие, не знаю, цвет у них какой-то, конечно, странный, такой вот что-то психоделический камыш или что-то, может, марихуана, непонятно. Ну, в общем, какие-то листы, он абсолютно разноцветный, ну, такой, в общем, не знаю, очень мне нравится, там разные размеры, хорошо сделано, ничего нигде не торчит. Покупала их, по-моему, за рублей 400, в общем, тоже ношу с удовольствием. Если говорить о брючках, то я еще себе заказала, это уже у нас раздел китайских сайтов, вот такие вот пижамообразные бриджи, на самом деле они на сайте смотрелись гораздо более прилично, и когда я их взяла в руки, я думаю, батюшки, вы там, конечно, даже по квартире передвигаться, очень такой вот дачный стиль, то есть выйти в город, ну, как-то, где вас увидят посторонние люди, не камильфо, у него очень странный материал, напоминающий толстую такую марлю с крупной ячейкой, вот грубой прям мешковина. И так, в принципе, я бы их куда-нибудь принорвилась носить, но у них дико, очень-очень тугая резинка на икрах, не знаю, как-то, ну, в общем, она мне вот реально, не знаю, даже, наверное, на руку, в общем, она мне вполне плотно сидит на руке, вот, а так как они короткие, она где-то на середине икры должна сидеть, и там она просто настолько перетягивает ногу, что у меня синеют ноги, я вообще никогда такого не видела, через, там, 2 секунды уже надевала, мне, короче, синий пальцем, то есть это, ну, на любителя, не знаю, какую-нибудь надо девушку с куриными ножками найти, и на нее, наверное, сядет нормально. Следующие брючки тоже с китайского санта, и они уже из раздела я наделала в штанишки, я не знаю, как это объяснить, но когда реально их надеваешь, то есть вот на картинке все выглядело очень симпатично, ну, в общем, привлекает внимание вот эта внутренняя часть, вот, и издалека как-то, знаете, сразу непонятно с первого взгляда, что с человеком, почему у него между ног в районе бикини как-то что-то не так, как везде, и первая мысль, что там мокрое, гаузем или что-то такое, но когда вот реально такое впечатление, не знаю, увидите на мне, но ощущение, что что-то не так, потом, конечно, начинаешь рассматривать, о, вот эта аппликация, все нормально, зря мы на тебя так подумали, но вот все равно какой-то намек на это есть. В принципе, они такого интересного пыльно-розово-персикового оттенка, тоже неплохое качество. И к этим брючкам еще шел пояс, конечно, пояс это просто все по 10 копеек, очень-очень дешевое, его, ну, лучше сразу выбросить, чтобы потом случайно не нацепить на себя, потому что позору не оберешься. У него с внутренней части покрашен, покрашен вот этот кожзам, но все, он как будто прям весь липкий такой, непонятно, кажется, вот я его сейчас согну, вот даже, видите, свою форму не принимает, вот, то есть мы его сгинаем где-то, да, и вот такая вот закорюка остается, ну, то есть вообще дико дешевая вещь. Следующее платье, такое вот баба-дуня в джунглях, в общем, я думала, оно мне смотрится, ну, во-первых, это принт, да, опасная вещь, ну, такой вот звериный и отигрица, но из-за того, что у него такая дико подстреленная резинка, она заканчивается прям под грудью, и вот как-то оно все топорщится в разные стороны, очень странно смотрится, еще у него такая пожмяканая юбка, очень короткая спереди, торчащая по бокам, и этот еще принт, в общем, вид дико, они все разные, я его носить не смогу, возможно, кому-нибудь отдам, не знаю, смельчаку какому-то, или, может, смельчашке какой-то, на которую это все налезет, может, там грудь другая, непонятно, в чем дело, но смотрится просто ржачно. Следующая маечка мне очень понравилась, она наполовину, как это там, блин, шифоновая или что-то такое, короче, такая ткань синтетическая, но очень легкая, как же она называется, ну да, шифон, и наполовину хлопкая, причем самая потеющая часть хлопка, ну, то есть это животик, там все продувается, и на спинке у нее есть вот такой вот шифон, в целом она очень интересна, у нее есть завязочки такие, тоже завязывается на спине, из-за этого она не будет выглядеть, как такой рубище, или там девушка в мешке, что-то очень непривлекательное, подчеркивает фигуру, мне понравилось, что она однотонна. Из приятных штук это джинсы, я опять нашла джинсы с высокой талией, вот в магазинах почему-то это вообще целая проблема найти, если у девушки есть бока, у меня есть и бока, и не бока, у меня все есть, в общем, как-то прилично выглядит сложно, потому что джинсы и брюки с низкой талией затягивают косточки, и, короче, вот это, вот знаете, эффект восьмерки такой бесконечный, 8-8-8, и поехала там эта восьмерка, просто не отделим от меня, а высокая талия, она хорошо все как-то присобирает, и я даже смотрюсь, как такая секси-шмекси. И вот такие нормальные брючки, джинсы, у них здесь вот какая-нибудь там пуговица, и до этого я заказывала, у меня там была шнуровка, в общем, пока оденешь эти джинсы, уже там вспотел весь, забыл, с чего начал, первая шнуровка развязалась там по бокам, сзади, спереди, тут ничего такого нет, просто пуговички и, ну, такой минималистический стиль, такой классический. Следующая вещичка мне очень понравилась, это такой комбинезон, причем он, ну, такой вот интересный, не просто майка плюс брючки, а у него верх сделан вот с таким вот запахом, дальше идет такой вот поясок, и прямые такие вот брючки-каприки. На самом деле брючки, наверное, были нифига не каприки, а предполагались полно-длинно-размерные, но из-за того, что рост, наверное, закладывался невеликий, в итоге они смотрятся как подстреленные. Но я себя успокаиваю тем, что сейчас модно носить капри, и если у девушки там где-то заканчиваются брюки не там, где все привыкли, это значит так модно, вот, а не потому что они просто и коротки. Так что я, ну, думаю, ну, напишите, как вам кажется, как они смотрятся, мне кажется, что очень даже неплохо. Еще что мне нравится, что у них на груди вот этот запах очень круто подчеркивает большую грудь, причем подчеркивает не в смысле увеличивает, добавляет 4 размера, там, ой, все смотрите, у меня там есть си-си-си, а именно с точки зрения красивого обрамления. То есть это не просто вот ткань, которая вот так вот кладется сверху, да, не знаю, не видно меня, в общем, вот так вот, и вот куда ни глянь, да, везде грудь, то есть вот горизонт, там широка река, и вот везде вот эта сиська, от сих до сих. А когда она разделена, вот примерно как сейчас, да, на мне тоже платье, вот здесь вот разделение, смотришь, опа, грудь началась, грудь закончилась, то есть есть как бы обозримые границы груди, и смотрится гораздо более привлекательно, и в целом как-то закончено, чем просто вот это одно большое бревно. Следующая вещичка, это мой жакетик, очень мне понравился, у него такая вот кокетливая подкладка в горошек, самым черного цвета, и без каких-то огромных накладных карманов, то есть они вот такие вот, просто прорези, и без огромного вот этого воротника, а-ля привет 80-е. Очень нормально она мне сидит, обычно это целая проблема, у меня либо они сходятся на груди, либо висит вот тут вот плечи, как будто я у какого-то мужика ограбила, одела там дедушкин пиджак, причем дедушкин мужика этого. Что касается бюстиков, покажу вам бюстики, если вы впечатлительная барышня, то перемотайте этот момент, потому что в конце будет обалденный конкурс, так что не покидайте меня. Значит бюст вот такой вот, это фаберлик, у меня такой же есть розовый, и заказала я его, потому что мне розовый что-то очень стал нравиться. У него такие вот лямочки очень, ну, изящные, обычно если бюст большого размера, там вот такие вот полотнище-рубище, чтобы у вас там все так зафиксировало, чтобы вы вправо-влево, а у вас грудь как каменная с вами. Тут ничего такого нет, она живая, она как бы отдельно не ходит, не разговаривает, но в целом нет впечатления, что у вас там что-то намертво прилипло и зафиксировалось. Вот цвет очень понравился, такой бирюзово-сине-зеленый, вот с явным зеленым потоном. Очень хорошо прилегает, ну, как-то, не буду, конечно, на себя мерить, но смотрится, и я уже говорила, напоминает мне раковинный ракушек, что-то из русалочки. И вторую модельку я заказала вот такую. Здесь наполовину ткань, то есть чашка плотная и немножко кружавчиков вверху. Я заказываю у них минус 5 сантиметров, да, по объему, чем обычно, потому что они, мне кажется, свободноваты, но если минус 5 сантиметров, то получается отлично. И, конечно, надо тогда плюс один к чашке, иначе чашка тоже уменьшится. И что касается обуви и сопутствующего конкурса. Девчонки, держитесь, потому что это что-то с чем-то. Итак, я себе заказала двое офигенных балеток на лето, и одни такие осенние полусапожки на осень. Первые балетки выглядят вот таким образом. Они красного цвета, из красной лаковой кожи. Это итальянское производство. Это натуральная кожа снаружи и снутри. Очень мне понравилось, что у них нормальный каблук, адекватный. То есть это не маленькая такая плюшечка копеечная, да, здесь прилепленная, когда уходишь, уже через два шага начинаешь стаптывать пятку. Здесь именно каблук защищает, фиксирует всю эту часть, и она не будет повреждаться. Они из такой плотной кожи, стелька тоже кожаная. Вторые балетки похожи на первые, но они вот прям классическая лодочка, но на плоском каблуке. Опять-таки, очень устойчивый каблук, закрывающий всю пятку, и он по высоте где-то один сантиметр. То есть не скоро стопчется, и не будет пяткой лоситься по асфальту. Опять-таки, закрыты пальцы, что мне нравится. Немножечко совсем открыты. То есть, ну, не будет вот распаренных сосисок, которые в разные стороны торчат, и не будут они собирать пыль. Особенно, когда много ходишь, это актуально. В целом, идеально подходят под мою летнюю бирюзовую сумку. Но вообще-таки, обалденные балетки. Опять-таки, кожаные снаружи, кожаные внутри. Очень удобные. Ножку облегают, и эти значительно более мягкие, чем красные. Очень классные, я прям тоже ношу их с удовольствием. Третья пара, это осенние сапожки. Это тоже итальянские сапожки. Произведено именно итальянскими мастерами, что мне дикольстит. Очень мягкая кожа. Вообще просто мягкусенькая, такая вот, трогаешь, как котеночка гладишь. У них нет молнии и нет завязки. То есть, просто нога входит вот через голенище. Оно достаточно узкое, поэтому не смотрится на ноге, как такой вот шалтая болта. Они не болтаются, плотно сидят. Но и благодаря этому они прям хорошенечко ногу облегают. Очень устойчивый, классный каблук, такой плотный. Ну и сразу по ним видно, что они очень качественные, хорошо сделаны. Я вот прям в предвкушении, чтобы их носить, повыкидываю все свои китайские суррогаты и буду мои новиночки носить. И теперь, что касается конкурса. Когда интернет-магазин узнал, что я блогер, они предложили мне провести на моем канале конкурс и, соответственно, порадовать подписчиков также парой обуви. Причем разыгрываться будет пара обуви стоимостью до 10 тысяч рублей. И для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, достаточно просто быть моим подписчиком, поставить лайк этому видео. И на сайте, куда я оставлю ссылочку, выбрать модель, которую бы вы хотели выиграть. То есть в комментарии указать мне ссылку, потому что будут ваши комментарии отправлены автоматически в спам, не мной, ютубом. А именно номер модели. Ну да, либо название модели. И обращайте внимание на размеры. Победитель будет определен где-то через 10 дней случайным образом. Результаты я оставлю вконтакте. Надеюсь, вам это видео понравилось. Всех целую. И всем пока.